Господа и Спасителя Иисуса Христа, мир вам! История! Мы сегодня вместе с вами стремились в этот час вечерний быть в Доме Господнем, для того, чтобы слышать Слово Божие, для того, чтобы в Божьем присутствии среди народа Божьего открыть свое сердце пред Богом и, возможно, сегодня в нужде своей попросить, чтобы Господь вышел навстречу. Я смотрю, стрелка очень быстро бежит, у нас очень мало времени для того, чтобы нам, может быть, как мне поделиться темой, которую я хотел бы поделиться, поэтому я предложил бы сегодня поговорить на тему «Что нам делать?». Но для начала я бы хотел задать такой вопрос. Кто знает, какая завтра будет погода? Бог знает. Ну, все же таки. Холодно? Тепло? Дождь? Откуда вы знаете? Передают. Передают. А кто передает? Те, которые этим занимаются, прогноз. А что об этом написано в Библии? Иисус говорит, что лицо неба распознавать вы умеете. А что-то другое распознавать вы не можете, когда Господь посещает человека. Потому я хочу сказать, что погода нашей жизни зависит от того, кто является тем, который просвещает нашу жизнь. Есть такое простое определение. Кому вы отдаетесь в рабы для послушания, того вы и рабы. И если мы вместе с вами на этом месте пришли и ощутили Божье присутствие и сказали, «Благодарю Тебя, Господь, что я чувствую Тебя, Ты посещаешь меня, Ты благословляешь меня, у меня много нужд, у меня много есть причин, но я во всех этих проблемах, радости, печали, скорбях, хочу сегодня посвятить Тебе себя». И это будет очень правильно, когда состоится вещь и радость, о которой говорил Иисус Христос. Я сделал просто, дорогие братья и сестры, как предложение к основной моей проповеди, чтобы мы могли вместе с вами надеяться на Господа и распознавать время, в котором мы живем, и знать, что у Бога есть особый план для того, чтобы в твоей жизни была прекрасная погода, погода жизни. А нашу жизнь изменил, как часто мы все говорим, Иисус Христос. Я знаю, на этом месте есть братья, которые трудятся в религиозном центре, которые, возможно, сами освободились от зависимости, и они могут сегодня засвидетельствовать и сказать, как каждый из нас однажды сказал, «Мою жизнь изменил Иисус Христос». Пришла прекрасная погода, солнце взошло надо мною, и мы знаем, что солнце правды есть Иисус Христос. Иисус Христос, который пришел на это место, Он взглянул и сказал, «По имени Руслан, сойди скорее, ибо мне сегодня надо быть у тебя в доме, чтобы мы сегодня освободились от мыслей». Может, кто-то сегодня еще думает то, что я должен после собрания сделать, или то, что я не успел до собрания сделать. Может быть, ты сегодня не свободен и еще не сошел для общения с Богом на этом месте. Может, тебя даже благочестиво мысли посещают. Может, было послужение евангелизации, но, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, это время Господь предложил, чтобы ты был целиком на этом месте, чтобы дух, душа и тело во всей целости сегодня присутствующего на этом месте могла ощущать Божье присутствие. И я хочу вместе с вами открыть место в Священном Писании. Это записано в 4-й книге Царств. Я буду читать с 6-й главы, 15-го стиха, и чуть ниже. 4-я книга Царств, 6-я глава, с 15-го стиха. По утру служитель человека Божия встал и выжил, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему, слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И помолился Элисея и говорил, господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза в слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена огнями и колесницами, огнями, кругом Элисея. До этого места я прочитал это место в Священном Писании, где подчеркивается момент, когда слуга, человека Божьего, Геезий, задался вопросом, увидел войско, увидел перед собой трудность, или даже проблему, опасность. И он говорит такие слова. Что нам делать? Ставь вопросы. Я думаю, это слово очень знакомо для нас, правда? Может, сегодня, вы знаете, буквально при собрании, мне задался тоже таким вопросом. И даже спросил брата Федю, что мне делать? Я не скажу, какое-то было дело, но я задал этот вопрос. И я думаю, каждый из вас сталкивается в момент своей жизни с какими-то обстоятельствами. И вы задаете вопрос, что мне делать? Бывают критические моменты, как тупиковые моменты в жизни. И тогда ты задаешь вопрос, что мне делать? Жена кричит, муж напился, что мне делать? Муж, не думая, не желая всем сердцем своим служить Богу, приходит домой, а жена говорит, ты опять был в церкви? Я разведусь с тобой. Муж говорит про себя, что мне делать? И во всех отношениях нашей жизни мы можем задавать подобный вопрос, как задал вопрос Геезий. Что нам делать? И вы знаете, это действительно ответ от Господа говорит, и молился Елисей, и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь глаза в слуге, и он увидел, и вот, вся она наполнена кронями и колесницами огненными кругом Елисея. Пророка Божьего, Человека Божьего. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, дорогой друг, присутствующий на этом месте, у меня к тебе сегодня определенное слово, которое Бог положил мне на сердце сказать, что есть выход из любого обстоятельства, если только ты выберешь правильную позицию в своей жизни, на которую ты положишься, и который тебя не подведет. Мы знаем, кому помолится Елисей, Господу. Если уповали твое, Господь. В 90-й псалум, когда мы читаем, там много питома, не заложено в 90-м псалме, и о болезни, и о вирусах сказано, и о всем том, что вокруг тебя будет падать, но тебя оно не прикоснется и не постигнет. Почему? По простой причине, которую ты избрал в жизни своей. Какую? Ты избрал в жизни свою позицию. Ты сказал, Господь, прибежище мое, Господь, уповай в Твою, на Тебя я уповаю. А уповающий на Господа никогда не постыдится. Никогда не постыдится. И некоторые люди ждут, когда тот человек, который был пьяницей, он в конце концов разочаруется и вернется опять же к нам. Но этого не происходит. Человек, который освободился, который уповал на Бога, и который в своей жизни знал, что мне делать? Он однажды сказал, а я знаю, в Твою веру. Я знаю, что Скупитель мой жив. Я знаю, что в Иисусе Христе у меня освобождение. И у меня есть новое стремление. У меня есть новая жизнь. У меня есть надежда. Новая жизнь во Христе Иисусе. И то место, где Господь Иисус приготовил для каждого из нас. Новая жизнь во Христе Иисус.